Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net Unit 3, секция 1, упражнение 17 Read the text from Julia's book about Russia Make the text and the titles Прочитайте тексты из книги Джулия о России Сопоставьте тексты и заголовки Для первого текста подойдет заголовок под буквой C Прочитаем его название и переведем Enjoy Moscow and its sights Получите удовольствие от Москвы и ее видов Теперь давайте прочитаем текст Переведем, о чем в нем говорится It is the capital of the Russian Federation Это столица Российской Федерации Она была основана князем Юрием Долгоруким в 1147 году Теперь это современный город It is one of the biggest cities in Europe Это один из самых больших городов в Европе A river runs through the center of it Река протекает через его центр This wonderful Russian city is famous for its many places of interest Этот чудесный русский город славится своими достопримечательностями There are more than 80 museums, 10 large stadiums and 40 theaters В нем находится более 80 музеев, 10 больших стадионов и 40 театров Everyone knows Red Square and the Kremlin The Tritikov Gallery and Puskin Museum And the Borshore Theater Каждый знает о Красной площади и Кремле Тритиковской галереи Пушкинского музея И о Большом театре Is the city at the very heart of Russia Этот город находится в самом сердце России Окей, следующий текст Заголовок для этого текста будет располагаться под буковкой A Прочитаем его и переведем Санкт-Петербург is magic Санкт-Петербург – волшебник Текст Читаем его и переводим It was founded by Sir Peter the Great in 1703 Он был основан царем Петром I в 1703 году The city was the capital of Russia in the 18th to 19th centuries Этот город был столицей России в 18-м и 19-м веках It stands on the Neva River Он располагается на реке Нима There are many channels which divide it into islands У него много каналов, которые разделяют город на множество островов That's why there are so many lovely bridges in the city Вот почему в городе столько много прекрасных мостов There are also lots of famous museums, churches and cathedrals В нем также много известных музеев, церквей и соборов The city is a real open-air museum Город поистине музей под открытым небом You can learn a lot about Russian history in this place Вы можете узнать многое о русской истории в этом месте You'll want to visit it again and again Вам захочется вернуться сюда снова и снова Окей Работаем с следующим текстом Заголовок подбираем Это заголовок под буквой B Welcome to Vladimir Добро пожаловать во Владимир Читаем текст и переводим It is one of the oldest Russian towns Это один из старейших русских городов It was founded by prince Vladimir Monomach in 1108 Он был основан князем Владимиром Monomach в 1108 году The town was the Russian capital in the 12th century Город был русской столицей в 12 веке It stands on the Klazma River Он стоит на реке Клязьм There are many old churches and cathedrals Ancient monuments and historical buildings in this town В этом городе много старых церквей и соборов Древних памятников и исторических зданий Люди очень дружелюбны и гостеприимны Там вы можете приобрести сувениры ручной работы И последнее предложение Приезжайте и насладитесь русской историей Окей, у нас остается последний текст И последний заголовок, который будет использован для данного текста Он располагается под буковкой D Казан is waiting for you Казан ждет вас Так, читаем текст и переводим It is the third most important city of Russia Это третий по значению город в России It was founded in 1005 Он был основан в 1005 году It's one of the biggest cities on the Volga River Это один из самых больших городов на реке Волги This city is famous for its ancient Kremlin, historical buildings and museums Город знаменит своим древним Кремлем Историческими зданиями и музеями There are lots of different places to visit Там очень много различных мест для посещения It is a hospitable city Это гостеприимный город Каждый год множество туристов из различных стран его посещают There are also some very good cafes in the city where tourists can enjoy traditional tata and Russian meals В нем также есть много хороших кафе, где туристы могут насладиться традиционным татаром и русской кухней Welcome to this great city Добро пожаловать в этот великий город Окей, итак, мы прочитали о четырех русских городах О Москве, о Санкт-Петербурге, о Владимире и о Казани Если вы хотите осмотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу в социальных сетях